Здравствуйте, дорогие друзья! Динамика распространения коронавируса в Великих Луках продолжает держаться на высоком, достаточно тревожном уровне. Количество заболевших нарастает с каждым днем. За последнюю неделю прирост пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 составил 105 человек. На амбулаторном лечении с диагнозом новая коронавирусная инфекция находится 163 человека. 236 жителей нашего города находятся под медицинским наблюдением по контакту. В Великолуцком филиале Псковской инфекционной больницы лимит по койкам местам все также превышен. К сожалению, с 3 июля с целью снижения рисков массового распространения новой коронавирусной инфекции отделение неврологии и пульмонологии Великолуцкой межрайонной больницы, расположенной по адресу больничная, дом 8, вновь были перепрофилированы в отделение для пациентов с неуточненным ковидным статусом. Уважаемые великолучане, ситуация складывается напряженная, и переломить ее можно только единственным способом массово вакцинироваться. Сегодня я хочу от всей души поблагодарить каждого, кто принял решение защитить свое здоровье и сделал прививку от COVID-19. За прошедшую неделю в городе существенно увеличились темпы вакцинации в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. По состоянию на утро 7 июля вакцинировано против коронавирусной инфекции первой аппликацией 10361 великолучанин, 6532 жители города полностью завершили вакцинацию. Кроме того, возросло и количество выездов прививочных бригад на предприятия и организации города. На этой неделе вакцинировались сотрудники мясокомбината, заводов Вилмаш, ЗТО, Магна, Реостат, детских садов номер 8, 12, медицинского колледжа, Вилторфа, Микрона, сельхозакадемии, дома престарелых. Такую динамику нужно поддерживать и дальше. Чем выше доля привившихся, тем больше жизни будет спасено. Привычные пункты в Великих Луках работают все так же в поликлинике номер 1, записаться можно на портале госуслуги и без записи ежедневно в торговом центре «Апельсин». В Великих Луках лето, по традиции, это сезон активного благоустройства. Сегодня расскажу вам, что уже удалось сделать к настоящему времени. Во-первых, в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды завершены работы по строительству четырех многофункциональных детско-юношеских площадок на улицах Малышева, Есенина, Щерца и на проспекте Октябрьском. По всем площадкам уже прошли комиссионные проверки с участием представителей Управления капитального строительства Псковской области, городского жилищно-коммунального хозяйства, депутатов, общественных советников и активных жителей многоквартирных домов. На всех четырех спортивно-игровых комплексах уложено резиновое покрытие, вокруг игровых зон установлено ограждение, функциональное оборудование площадок включает в себя детские игровые и спортивные комплексы, тренажеры, качели, карусели, песочные домики, скамейки, урны. Все использования для выполнения работ материалы, конструкции и оборудования имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Что касается дворов, на данный момент ремонтные работы по дворовым территориям сданы по восьми дворам. На улице Вокзальной 17, 23, 32, корпус 2, 34, корпус 1, Вокзальной 36 и 38, Запрудный 10. Также выполнен ремонт проезда на улице Вокзальной между домами 34 и 38. Хочу еще раз подчеркнуть, что для городской власти принципиальный вопрос участия в работе по благоустройству самих жителей. Именно великолучане решают, какие работы необходимо выполнить во дворе, где будет располагаться парковка или зеленые насаждения. А затем депутаты, общественные советники главы города, жители домов должны принимать выполненные работы. В настоящее время работы ведутся еще на семи дворовых территориях. На улице Запрудный 14, Дружбы 3 и 5, улице Гражданской 15 и 26, проспекте Ленина 3, 2, на трех дворах улицы Ставского 6, 8 и 10. Согласно контракту, на всех дворовых территориях подрядчикам производится замена асфальта. Бордюр заменяется там, где это указано в техническом задании. В целом в этом году запланирован ремонт 66 дворов. Например, это дворы на улице Малышева 20, Заслонова 34, Щерца 88. Отремонтируют также дворовые территории на проспекте Ленина. Дом 40, дробь 33 и дом 43, дробь 26, улицах Зверева 16, дробь 24, Липнихта 22 и 24. Благоустроят и придомовые территории на улицах Энгельса 3-й ударной армии, Ставского и еще десятки дворов в разных районах города. Ознакомиться с полным списком ремонтов дворов можно у депутатов округов или моих общественных советников. Также информация доступна в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства. Добавлю, что в этом году будут ремонтироваться и подъезды по квартирным жилым домам. Так будет выполнен ремонт подъездов к домам 25, дробь 26 и 23 на улице Зверева. Проезды к домам на улице Липнихта номер 20 и 22. К дому 19 на улице Энгельса. К дому 91, дробь 7 на улице 3-й ударной армии. Кроме того, будут обустроены и подъезды к местам накопления твердых коммунальных отходов на территории порядка 10 многоквартирных домов в разных районах города. Объем работ большой, темп выполнения на данный момент хороший. Дорогие друзья, на сегодня это все темы моего еженедельного видеообращения. Впереди жаркие выходные, но не забывайте о мерах санитарной безопасности. И помните, что самая действенная защита от вирусной инфекции – это вакцинация. Подумайте о своем здоровье, берегите себя и своих близких. Всего вам доброго!